Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Огромный жизненный опыт, а также божественный дар рассказчика привели Ахмедхана Галлоева в литературу, где он занял одно из ведущих мест. Он всегда проявлял свою любовь к родному краю, к культуре, к родному языку и, конечно же, к месту его рождения, селению Хатвей, куда всегда тянулось его сердце. Дорогие друзья, на сцене заслуженные артисты Кабардина... Я на шаг попасть, я на шаг попасть... Из-за Кавказ, начиная с битвы под Востоком, когда рвалась сюда первая танковая армия фон Креста. Поэтому я с огромным уважением отношусь к жизненному подвигу нашего юбилера. Вы подумайте, командир взвода и командир роты — это черновые войны, которые долго не живут и больших наград не получают. Ахметхат вернулся с орденом Александра Невского, с полководческим орденом, с орденами Великой Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красной Звезды. И всю жизнь он оставался воином за чистоту своего родного языка, за торжество кабардинской литературы, за то, чтобы она была заметна на палитре очень большой всерусской литературы. Я сделал для этого немало. Я не буду повторять все, что говорил министр культуры. Очень замечательно он сделал анализ творчества нашего юбилера. И я хочу надеяться, что кабардин Балкария на его премии вырастет достойных наследников среди молодых писателей. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня на вечере посвященном памяти Армидзана звучат его любимые песни и произведения. На сцене солист арт-группы «Бзарабза» Артур Дышелев. Артур Дышелев. Артур Дышелев. Артур Дышелев. Артур Дышелев. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так провел военные операции, что удостоен вам рабоческого ордена А дальше в мирной жизни Педагог, ученый, писатель, составитель учебников Ведь смотрите В Кабардино-Балканском государственном университете Многие работали преподаватели А многие пользовались вот таким уважением и любовью студентов Как наш юбилетор А он пользовался, как кто-то выразился Он здесь, среди студенческой аудитории Был своего рода обговорцем А был прекрасным ученым Ведь если бы он не был прекрасным ученым Разве он был бы включен в авторский коллектив Для составления учебников для школьников Это же ответственник для работы А он был И какие учебники Грамматика Кабардинского, черкесского языка А словарь Словарь это основа и для писателя, и для читателя И он именно участвовал в составлении По-моему, русско-кабардино-черкесского словаря Он стал народным писателем Кабардино-Балкарской республики Я сегодня хочу сказать, что, конечно же, он гордость Не только кабардинского народа Не только кабардинского республики Он гордость России И я хочу сказать вам Слава Нашему прекрасному Аббетхану на войне АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья На сцене заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики И республики Абрегея Тимур Гуаза АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дорогие друзья, на сцену приглашается секретарь Союза писателей Республики Дагестан, Батманов Владислав Нафирович. Добрый вечер, уважаемые земляки, народ, который подарил миру народного писателя Ахмедхана Алоеву. Мне сегодня вдвойне приятно видеть вас всех, взрады, потому что последние годы мы все стали сыграми, что творится в этом мире, стали проводить в онлайн формате мероприятий, но это никогда не заменит то удовольствие, которое мы получаем от традиционных встреч, от чьего общения. Вам всем желаю здоровья. Дима Торзок 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 Как только они открывают двери, оркестр начинает играть в волне Сахинского, любимую мелодию поэта. В серую знамя пришедшего, одна мелодия смеяет другую. Рауф, руководитель оркестра, хорошо знает вкусы гостей, знает, что поэт любит музыку. Весна, мир, молодость, радость. Такой была эта майская ночь, одна из самых коротких годов. Рассвело, опять утренняя прохлада развела с по улицам мальчика. Ветер летит с гор, ищет поэта встреченного вчера. Кружит, несет вдоль улицы мусор, оставшийся после пикника. Стучит в окна зала, где до сих пор над облаком сизого домашнего дыма питают аккорды гордого полонеза и отзвеневшихся всех веселых гостей. Но двери замерты. Окна плотно закрыты. И ветер продолжает свой полет вдоль проснувшихся, непроснувшихся в улице трясет маленькую будку, чистящуюся за бок осилийца Шамиля. И не сумев проникнуть в нее, пролетая мимо, и скребется в дверь шашлычной свана Ильи Ивановича. Обшарив все вокруг, и ненавязную, лохматую шерсти высокой и рыжей, неуклюжей длинной собачонки, которая свой и зарабывает двери старого домика. Ветер разглаживает спутанные желтые пряди на теле собачонки, и то и кажется, куда ласкает ее добрая рука хозяина. И посхуливание ее, и жалобный виск переходит в тоскливый, заунывный воин, рвущий душу. И вторит этому вою утренний, недавно такой беспечный ветер. Горюют они. И не о ком им рассказать о своем горе. Люди спят еще. Слишком рано. А после вчерашнего праздника люди будут долго спать. И откуда им знать, что случилось? Ночь. Не знают. Спят. Умер парад. Потому и воют собакой ветер. Они одни знают об этом. Люди спят. Но когда проснутся они, глаза многих наполнятся слезами. Многие забьются в рыданиях, запричитают, складывая слова. Посмертный горюкий плач. Постепенно пробуждается город. Люди открыли дверь, которую царапала собака, и впустили ее в дом. Но и там она не нашла того, кого искала. Все больше и больше людей на пустынных утре и улицах. Иисус куста передает олескорбную весть. Умер поэт. Замечательный поэт скончался. Хороший человек ушел от нас. Люди. О горе! Горе! Настоящую цену тому, что имел, узнаешь лишь, пережив потерю. Жизнь есть жизнь. Все мы смертные, все мы временные жители под этим небом. Эти и другие слова об одном. О горе, постигшем людей, боль остра. И тут же, среди людей, безмолвно горюет верный друг поэта, рыжая коротконогая собачонка. Хоронили поэта в грустный, предзагаданный час. И уходящее солнце, прощаясь с ним, последний раз коснулось теплыми лучами его холодного лба. И на кладбище стола одним надгробным камнем горши. В скорбном карауле стоят они, оберегая вечный сон ушедших детей из земли. Много разных слов сказали люди, прощаясь с поэта. Начала неисто воскрести когтями, рыть землю. Чем глубже взорвалась она в сырую глину, тем ярче у нее ощущала присутствие хозяина. Уже в сумерках добралась она до непреодолимого препятствия. На пути ее была какая-то доска. Собачонка совсем выбилась из сил. Тот, кого она искала, был совсем рядом, за этой доской. И успокоенная, рыжая, всерожная, она прибегла рядом и через мгновение заснула. Утром сторож, проведя мимо, заметил, что кто-то разрыл вчерашнюю свежую манину. И быстро засыпал глаз, утрамбовал и ушел, радуясь, что успел засыпать, прежде чем кто-то его заметил. Много лет прошло с тех пор, а память об эти жива. Живут стихи его, радуя людей. Помнят друзья его доброту и веселую бесшабашность. Вспоминают и рыжую ее в его собачок. Задачем никто не видел. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Народный артист Коварного класса Республики Алина Бурижих. Дорогие друзья, на сцену приглашается председатель Союза писателей Республики Татарстан Саидуллин Аркаиль Рафаилевич. И член Союза писателей Республики Татарстан Рафиз Курбанов. Я приготовлю член по реализму, я вам сказал, а более широком смысле. Потому что его произведение, психология, психологизм и образный язык, он был, конечно, совместитель руководительского народа. И, наверное, конечно, он известен на Северном Троуказе. И хотелось бы, чтобы его творчество сейчас надо пропагандировать в других регионах Российской Федерации. Здесь есть сын или внук Афминхена Нового? Дочь. Вот знак. Мы в гости будет обязательность с гостинцами. Поэтому без гости не пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ Делавший много доброго и возвышенного в жизни. Его мужественное рукопожатие всегда ощущали собратья по перу, представители разных национальностей. Для всех, кто его знал, он заполнился как бодренный интернационалист. Он, как никто другой, знал истинную цену жизни и дорожил всем, что его окружало. Майные экраны. В октябре 44-го года крыда мне исполнялась 20 лет от войны. Многие друзья награды у меня в их 5-3 ордена Отечественной войны, красные звезды и медали. Психологические шмотки. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Я бы попросил, зато скоро газеты, я душе ссы, псорричном ад, и я начался, и жил, на, с псашками, Ахмедхан Лоев, не уставая удивляться красоте и многообразию родной земли, и щедро делился радостью этих открытий с этим миром. Мы верим, что душа этого талантливого писателя, скромного и открытого человека, покоится на высоких нравственных условиях родного народа. Дорогие друзья, мы хотим пригласить на сцену внучатого полипианика Ахмедхана Лоева, Али Лоева. АПЛОДИСМЕНТЫ Как и тысячи соотечественников, Ахмедхан Лоев испытал на себе все тяготы военного времени. Он попал на фронт, когда ему исполнилось 17 лет. Уже осенью оказался на передовой одной из самых страшных и судьбоносных для нашего Отечества битвы под Москвой. Несколько раз переходил линию фронта, в ТУ врага минировал дороги и взорвал фашистскую технику. Он никогда не хвастал своими подвигами. Однако документарные и свидетельства красноречиво говорят о подвиге, который совершил Ахмедхан Лоев вместе со своими боевыми товарищами. В частности, форсировали рейки Днепр. За успешное выполнение и умелое руководство этой операции Ахмедхан Лоев был награжден полководческим орденом Александра Невского. Это очень значимая награда, которая приравнивается к званию Героя Советского Союза. Среди других наград – ордена Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, два ордена Отечественной войны 2-й степени, десять медалей СССР и медаль Польской Народной Республики. Нельзя не упомянуть об одном случае, когда Ахмедхану удалось спасти маленькую немецкую девочку. Он вынес ее из-под обонка в горящем здании на окраинах города Швета. Как выяснилось позже, девочка потеряла сознание от ядовитого дыма, и ее жизнь висела на волоске. Когда я думаю об этом героическом поступке, то невольно вспоминаю памятник воинам-освободителю со спасенной девочкой на руках, которая находится в Берлине. Он олицетворяет не только радный, но и человеческий подвиг наших солдат. Ахмедхан Ауэв был великий человек. Он великий дедушка для внуков и правнуков всего рода на боевых. Мы по праву гордимся им. Как-то во время моего участия в прохождении бессмертного полка, когда я нес мотерет Ахмедхана, ко мне подходили люди и просили поднять его выше. Это были его студенты и те, кто просто был знаком с ним. Конечно, трудно после таких испытаний вернуться к нормальной мирной жизни, строить карьеру, развиваться. На такое способны только силы и личности. Именно таким и был наш Ахмедхан Ауэв. Он стал известным писателем, и военная тематика присутствует почти во всех его произведениях. Он, как и многие другие солдаты, которым удалось выжить в этой страшной войне, дошел до самого Берлина и оставил на руинах Рейхстага автограф на одном языке. Этот эпизод впоследствии он напишет в одном из своих рассказов, посвященных войне. Это произведение так и называется. Надпись на Рейхстаге. Сегодня я хочу прочитать фрагмент этого рассказа. В нем очень точно передаются чувства воина-победителя и одновременно чуткого и эмоционального молодого человека, преданного сына родной земли Кабардино-Балкарии. Весна. На деревьях продвинулись почки, подсохли от недавних дождей дороги. Солнце все сильнее прикрывает промерзшую землю. Саперный батальон Ильичева командованием перебросил на другой участок фронта. Впереди путь на Берлин. Долгих четыре года ждали этого наши солдаты. Как немедленно двигалось по своей и чужой земле, а нескончаемая военная дорога почти пройдена. До Берлина остались считанные километры. Шум, крики, стрельба. Солдаты приплясывают, обнимаются. Во все горло лучи стушки. Кто-то высоким голосом выводит гимн Советского Союза. Двое бачут, хлопают друг друга по спине и плечам. Третий подбрасывает вверх фуражку. Только одно событие в мире могло вызвать весь этот неполох. Победа! 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 Командир саперной роты, теперь лейтенант Бараха Гундоков, один из немногих счастливцев, кому удалось преодолеть весь этот немыслимый путь. От родного подляжа до Берлина. Длиной в четыре военных года. Объезжая в поверженный город на американском велесе, сразу со всех сторон стекаются туристы в военной форме. Солдаты, офицеры, пешков, на автомашинах и танках. Каждый, кто оказался поблизости в последние часы войны, хочет взглянуть на этот оплот фашизма, рухнувший уже на все времена. Под огнам сударства вели с Хагундоков. Солдаты буквально облепили подчерневшие и съеденные снарядами стены огромного здания и расписывают их кто как может. Их нетрудно понять. Они дошли. Баррор несколько минут стоит молча. Потом уловка взбирается на основание одной из колонн и, взяв у оказавшегося рядом артиллериста кусок мела, размашисто пишет снизу вверх. Он накинул с хиатом написанной и добавил «Майем ебку». Перечитав еще раз, вернул артиллеристу мел, удовлетворенно вздохнул и, спрыгив со ступеней, спустился к машине. Он осуществил мечту Нигужокова. Рядом с другими на Ликстаге оставлено надпись на кабардинском языке. На душе пары легко и свободно, как не было уже давным-давно. Он сделал свое и может со спокойной совестью ехать домой. Война окончена. Еще об одной грани литературного творчества Ахмедхара. Он один из немногих, кто не на столах, а на деле. Лично при вере он показал, как надо работать. «Майем ебку». «Майем ебку». Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok